Так, пока у меня есть вдохновение, продолжаю немножко таких философских мыслей. Дело в том, что я не считаю, что я, как педагог по танцам, должна тупо показывать технику своим ученикам. Мне кажется, что мне стоит научить их также мыслить, потому что без мыслительного процесса, допустим, невозможна импровизация, невозможное углубление в танец и так далее. Поэтому я очень много внимания уделяю на мышление. Собственно, вот на этом ютубе я часто обращаюсь с определенными мыслями, с задачей, чтобы активизировать ваши какие-то мыслительные процессы. Потому что, опять-таки, я говорю, слишком зомбировано население всей планеты. И, на мой взгляд, 98% жителей этой планеты вообще ничего не надо. То есть, у них жизнь строится так. Работа-дом, 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 свадьба, дни рождения, потом поминки и похороны. Ну, извините, но это примерно так. И только у 2% населения я наблюдаю какие-то особые позывы к познанию, к просвещению, к развитию и так далее. Скорее всего, все, что я здесь говорю, доходит только до этих 2%. Ну и слава богу, что называется. В общем, смотрите, вот у меня лично, как в сердце, да, как импульсы возникают. Вот, допустим, я очень много лет занимаюсь танцами, да, и столько всего накопилось, что очень хочется это передавать другому человеку. Хочется, чтобы и другой умел, и другой умел, понимаете? То есть, у меня нет вот этой, вот, как сказать, жадности информационной, что только я буду это уметь. Или там, ой, а он, типа, потом станет же лучше меня. Понимаете, этого нет. И я все время пытаюсь людям показать, что если тебе что-то нравится, возьми, да попробуй и сделай это. Что я имею в виду? Я хочу сослаться на великого Муаммара Каддафи, «Царство ему небесное». На мой взгляд, это был обалденный, просто масштабный мужчина. И его «Зеленая книга», кстати, рекомендую к прочтению, она снова меня вернула в мои же мысли. То есть, когда я читала «Зеленую книгу» Каддафи, я поняла, что душа Каддафи, вот, его мышление, оно очень мне близко. Что говорил Каддафи? У него там есть в книге, по-моему, глава, где он говорит о том, что социум будет развиваться тогда, когда люди перестанут быть тупо зрителями футбола. Когда они захотят заниматься сами спортом, да, они будут этими зеваками, зрителями этого спорта. Я это тоже самое хочу сказать по отношению, например, к танцу, да. Вот вы, допустим, много лет путешествуете на Кавказ, или вы посещаете, там, не знаю, концерты с Лизгинкой, еще с чем-нибудь, да, неважно. И вы полностью, ну, осознаете, что вам это нравится. У меня к вам вопрос, почему бы вам не перейти из роли зрителя в роль исполнителя, ну, хотя бы начать это делать. Ведь если что-то очень нравится, разве не возникает импульса к этому, с этим соприкоснуться и это начать делать. У меня лично работает так. Я, например, два года сидела, слушала блюз, да, а потом я поняла, что я хочу вообще-то сама его петь. И вот это и есть развитие. То есть я сначала два года его слушала, я им пропитывалась этим настроением, а потом я поняла, что да, черт возьми, я хочу петь блюз. Ну и что, что он у меня плохо получится или так далее. Но хотя бы я буду с этими материями работать. Понимаете, о чем я говорю? Вот так же и вы. Если вам что-то нравится, берите, пробуйте. Неужели вам жалко на это время? Вот мне, например, жалко время на кальяны тратить. Я не хожу, не курю эти кальяны, и я особо не хожу на лишние такие посиделки, да. Вот у меня есть свободные деньги, да. Я бегу на вокал, понимаете. Вот, и я тогда считаю, что я вот время потратила, ну, идеально, потому что я счастлива от процесса, мне нравятся маленькие мои результаты и так далее. А если вам жалко тратить деньги на свое развитие, то опять вопрос, да, насколько вы внутренне бедный и насколько вы внутренне богатый. Вот мне периодически звонят какие-то товарищи, говорят, что они не могут, прям очень балдеют от лесгинки, что им очень хочется научиться, но там то у них денег нету, то у них нету времени. На самом деле все решаемо, но это уже отдельная тема, я так просто мысли такие кидаю. Не нужно себя ограничивать. В конце концов, знаете, ну, завтра в этой стране лучше не станет, послезавтра тоже, поэтому берите, хватайте здесь и сейчас то, что вам интересно. Хорошего дня!